Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансар, и это новое видео ПГ в Элдерамс 2, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами побывали на спящем вулкане и посетили какую-то локацию, а не помню какую, ну что-то связанное с тенью. Получили из той локации нового нашего стража Лейте, а на спящем вулкане нашли Ломбардию, вроде как его так звали, и получили его в качестве транспорта. Но по сути все. Сегодня мы с вами будем искать рейпоинты. Что это такое, да я честно говоря понятия не имею. Я ничего уж дальше не искал по сюжету, что дальше будет, что к чему, но нам вроде как надо найти какие-то рейпоинты. Какие рейпоинты, понятия не имею, как я уже и сказал, может быть мы свяжемся с шаптом. А вы хотите узнать, где находятся рейпоинты? Я расскажу. Один находится возле острова на севере от Мэрии, другой на западе от Силболанда, третий рядом с Силджи, последний около Галлада. Реакция энергии очень слабая, чтобы определить точные координаты, и я не виновата. Эй, почему вам не расспасить живущих там людей? Хорошая ведь идея, я такая умная. Ммм, ну фиг знает, фиг знает. Так, ладно. Давай начнем, наверное, с острова, который севернее находится, чем Мэрия. Пойдем поговорим с жителями Мэрии, может они расскажут нам что-нибудь новенькое. Где, чего, почему и как. Так, снова мы в Мэрии. Да емэ, ну. На острове, что на севере, есть древушка, называемая Палас. Они говорят, что там тепло круглый год, и это мне нравится. На севере... городишко Палас. Окей. В Паласе мы как-то раз были уже, по-моему, если я правильно помню. Эй, Марина цела и невредима, да? Нам нужны такие женщины-воины, как вы. Когда я был молод... Ммм, так, ладно, я понял. Кроме как эта девчушка, нам больше никто не скажет ничего. Севернее... город Палас, да? Ну окей, хорошо, давай посмотрим. Я думаю, сегодня мы и с ним только разберемся, скорее всего. Так, севернее... городишко Палас. А, поиска у нас здесь нет. О, кстати, здесь две локации. Одна прямо здесь, и другая чуть подальше. Угу, это как раз Палас, да? Деревня Палас. Нет, мы не были в Паласе, оказывается. А почему я думал, что были? Хмм... А, так мы были в Паласе, вы чё? Я ничего об этом не знаю, но об этом может знать старейшина деревня. А о чём? Давай по городу полазим немного. О, магичка. Привет. Герое, нужна сильная магия. Можете создать тут заклинание, если у вас есть гербы. Гербы. Ну, у меня есть три герба, но... Создать я ничего не могу. На данный момент уж точно. Обидно, конечно, но... Пофиг, ладно. Так, значит, здесь есть магазинчик с предметами, да? А, нет, здесь патрончиками можно заправиться. Конечно, заправиться. Спрашиваешь тоже. Так, ну и ещё я хотел бы обновление небольшое провести, да? Угу. Так, чё у нас по деньгам-то, в принципе? Снарядов я больше добавлять не буду. Здесь два снаряда добавлю. Немного по точности. Здесь тоже чётко точности. Хотя ещё и здесь. И ещё раз здесь. И остальное в урон. Дорого, конечно, но зато... Они будут у нас прям... Урон наносить прям здравый, по идее. А, стоп, я же не заправился после стока патрона. Сделал себе. Конечно. За двадцаточку заправимся патрончиками. Так. Справа у нас гостиница. А магазинчик с оружием есть у вас? Нет? Ну, ладно. Сперва монстры на полях. Затем темнеют небеса. Разве я никого не интересуешь? А-а-а... Окей. Да, в полосе мы точно были. Это была деревня, где была Лилка. Я вспомнил. Э, ребята, у вас есть несколько очков... Талантов. А, хотите лучше свои навыки? Ну, конечно, хочу. Спрашиваешь тоже. Тоже интересный молодой человек. Конечно, восстановление ХП хочу. И хочу... И что я хочу? Критически, наверное, поднять хочу. Здесь у нас восстановление ХП сразу. Здесь у нас тоже ХПшечку восполнять. А на единичку, насколько я помню, у нас больше ничего и нет, да? Угу. Именно так. Тогда жди своей очереди. Так, здесь у нас, кстати, слушай... А как так вышло? У него ниже уровень, у Тима. Но навыков изучено больше. Хотя, не знаю, может быть и не больше. Может, мне только показалось. Сделаем вот так и автостраж. Все, навыки подулучшили. Окей. Жить нам станет немного проще. Ну, чуть-чуть самую малую. А, вот он оружейный магазин. С предметами заодно, да? Ты у нас кто? У нас самый лучший товар. Заходите посмотреть. Угу. Давай. Ммм. Грустно, но от тебя нам ничего не надо. Забудьте о магии. Осмотрите настоящее оружие. Вы уже полностью им оснащены. Давай посмотрим. Искра звука. Ну, давай, поехали. Лук-зонт. Интересное название у оружия. Сто пальцев. Откуда их там столько? Так, давай продаем то оружие, которое с нас сняли. Нас сняли акулу, получается. Ну вот, мы можем начинать вот прям отсюда продавать. Вот это, это, герань, мирожок. Так, так, так. Все нафиг толкаем. Оп, стоп. Синий ветер оставим. Чуть не продал. Откуда у нас синий ветер? Да он еще и лучше, чем у нас. Бизон, дамбрелла, лазурный плащ, апперкот. Лучший плащ. А, еще синяя полоска. Так, 195, 212. Просто нам сейчас не мог шмотки покупать. Нет, давай мы, наверное, вот так сделаем сразу. Чтобы точно не это самое. Не пролюбить момент. И не продать то, что нам... А, ну, в принципе, да, логично. Ее надо было продавать. Эту шмотку. Ну ладно. Все. Продаем тогда оставшиеся. Солнечное пончо. Прут герба. Илаучо. Иломила. Все. Получается, завтра лезь по полной. У нас теперь все есть. Все новые шмоточки. Все прям как надо. Да, я точно вспоминаю, что мы были в паласе. Это вот прям 100% мы здесь были. Ладно, давай тогда поцеливаемся прям здесь. Я-то думаю, она у нас отмечена, эта локация, как деревня Тубок, например, та же. Ну а потом вспомнил, что деревню Тубок мы, по крайней мере, искали. А эту деревеньку мы не искали. Кстати, вот он, тот самый малый. О, привет. Это я. Та ты что, не помнишь? Да, помню. Ты сдержала свое слово. Не вернулась, как и говорила. Я так рад. Я был бы счастливее, если бы небеса не были такими. Справедливо. Это у малого я тоже помню. Он как раз первый, кого мы встретили в этой деревеньке. Эй, рада тебя снова видеть. Спасибо тебе большое, ты действительно нам помогла. Ты пришла его увидеть? Его, наверное, сейчас нет. Я говорила ему, чтобы он никуда не ходил из-за странного неба. Но он не послушал. Ну хорош, мы его на улице встретили, с ним все в порядке. Он себя чувствует великолепно. Так, а ты у нас кто? Ты, по-моему, тот отец его, да, по-моему? Рэйпоинт? Да, в руинах на севере. Может что-то быть такое. Угу, окей. Так, а давай-ка мы немножко осмотрим деревеньку. Я помню, что в кроватях иной раз что-то есть. Так, спускаемся. Здесь тоже пусто. Пойдем отсюда. Ну сейчас пока в дома все во все позаходим. Потом на рэйпоинт сходим. В принципе, почему бы и нет. Мелочь какая-то всякая пузатая. Я знаю, что происходит. Проклятие, которое они применяют для изгнания монстров. Делают небеса такими темными. Нет, сомневаюсь. Причина мрачных небес? Старая леди говорила, что это проклятие. Но я думаю, что бог завидует моей красоте. Ну хорош. Нет. Это тоже глупость какая-то. Хотя от вас другого я и не ожидал. С другой стороны. Вы же мелкие. Вот так. Здесь мы везде побывали. Вот так на всякий случай вдруг здесь что-нибудь где-нибудь лежит. Конечно, сомневался в этом, но все-таки. Так, 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 так. Здесь мы со всеми поговорили, получается. В этот домик мы уже заходили. Ну получается остался только центральный дом, да? Пойдем сюда. Это вообще школа какая-то. Ну ладно. Заходим дальше. Тут тоже так же пусто, как и везде до этого. Все так же пусто. Что нам расскажешь? Надеюсь, девушку и спошли нашу деревню. Все хорошо. Ой, я вам объясню. Она пришла в нашу деревню и спасла нас от этих монстров. Она была очень маленькой. Ты про вот эту девочку говоришь? Девочку про эту? Привет. Ты хотела телепортироваться куда и хотела? Как ты видишь, небеса потемнели. Может и к добру. Окей. Ну типа ладно. Я думала, она может что-нибудь другое скажет. Здорово. Нет. Так это опять девушка-махтая. Снова вернулась, да? Вы ищете дождевые облака. Что всем поправить? Ха-ха. Вы занимаетесь полезным делом. Ну не знаю, поможет это или нет, но на севере место, где поклоняются огню. Ммм, наверное это поможет. Рейпоинт? Ну, по факту, ну может быть, но нет, ладно. Нам север не надо, короче. В деревеньку зашли, закупили снарягой, можем идти дальше. Ну я так думаю, в принципе. С тобой мы даже разговаривали, а мы с тобой разговаривали, по-моему, да? А, да, да, да. Был с тобой разговор был, я помню. Тебя я помню. Точнее твою фразу. Ну тебя лично я не помню, а вот фразу твою помню. Так, нам нужен рейпоинт, да? Давай не будем особо мучиться. Тем более, как видим, нам нужно немножечко выше. Так, и что? Это у нас рейпоинт флам. Ну типа да, рейпоинт огня, все дела. Угу. Какая тут мелодия интересная. Таких я еще не слышал. Так, а нам через них проходить можно, да? Минуточку. А хотя, в принципе, почему бы и нет. Инструмент смена прута. Жезл применяется лилкой. Нажмите квадрат, чтобы жезл применил выстрел магическими пулями. Выстрелив магическую пулу и в алмаз превратишь его в пыль. В алмазный блок, чтобы его выстрел стал алмазом. Ааа, я кажется понял. Дааа, а назад его как он вот... А, типа назад его уже не превратишь, да? Ну в принципе, ладно. Пофигу. Так, значит так. Кто это у нас тут? Хабарум и гигапламя. Ну они водички боятся по-любому. По-любому боятся воды. Кстати, можно снаряга, языкую это... Одеться в эту... В воду, скажем так. Колечко воды напялить. Какое странное огненное дыхание. Ну, кстати, неприятное, будем честными. Аква. Как тебе? Мокро, да? По-любому мокро. Даа, 3420. Ну нехило, нехило. На-ка. 540 тебе. И тебе. Критически еще. 1485. Ну в принципе, да, нормально. 1200 опыта, а... 2400 гелл. Кстати, довольно жирно насыпают. Хотя за двоих... Ну, больше, чем в прошлой серии было. Намного больше. Так, инвентарь. Ааа, нет. Не это меняем. Сандалики поменять на... Я не помню, какие у нас там были. Лед к обычной атаке. Свет, ветер, тьма, вода. Вот, вода. Ну, а тебе напяливаем лед. Лед же это вот это, да? Да. Напяливаем. Так, ну нам хпшечку немножко можно подхилить, в принципе. Давай, спускайся тогда. Оп. Оп. Канон, ты нам нужна. Давай, иди сюда. В смысле, не попало. Попало ты все. Ну, я так понимаю, дальше будет только веселее, да? Угу. Ну и пойдем дальше. Я так понимаю, все будет завязано на лилке здесь. В этом рейпоинте. В принципе, окей. На, все те же монстры. Ну, окей. Эшли, Эшли. Так, лилка у нас, давай. Где у нас там, акова была? На гига пламя. Давай, поехали. Языки пламени. Это будет неприятно. Но переживем как-нибудь. Тем более, отхил здесь есть. Какой-никакой. На Бреда, да? Ну, ладно, тоже окей. Кстати, Бреда сильнее бьет. Смочили его немножко. На 3000. Почти на 4. Я так понимаю, босс здесь будет. И босс здесь будет какой-нибудь огненный тоже. Поэтому можем не снимать кольца. 1200 опыта, 2400 гелов. Окей. Пускай будет. В принципе, почему нет? Так. Ага. Угу. Как бы так сделать бы? Хотя нам здесь вроде ничего не надо. Поэтому делаем вот так. Селимся полностью. Тут у нас огонек надо зажечь, я так понимаю. А где-то потушить. Ну, давай, предположим, что вот здесь потушить надо. И вот здесь. Нет? Ну, я так понимаю, тогда вот здесь. Вот здесь поджечь. А вот здесь потушить. Ну, это было слишком логично. Я бы тоже сказал. Максимально. Я просто подумал, я потушил нити, оказывается, точно. А там есть проход? Да, есть проход. Значит, мы сюда, в эту комнату, еще вернемся. Надо как-то, наверное, аккуратненько это сделать. С одной стороны, чтобы проходик был. Я понял. Я накосячил, похоже. Да, я накосячил. Определенно. Надо сейчас будет покинуть эту локацию и перейти в другую. И вернуться, точнее, в эту локацию, как минимум. И надеяться на то, что там появятся эти камушки снова. Я, конечно, сомневаюсь уже в том, что это может быть так. Но... Но вдруг. Просто вдруг. Ого. Ты умеешь и просто бить. Ну, кстати, не слабо бьет. Контратака. От контратаки ты не похитишься. Ну, это, в принципе, было очевидно. Давай, мы тебя снова намочим. А если у нас просто ударит, да? На 1600, по-моему? Да, 1600. В принципе, окей. 1200 опыта, 2400 гел. Окей. Окей. Я надеюсь, что эти кристаллики сейчас там появятся. А иначе у нас будут некоторые проблемы. Нет, не появились. И как бы нам тогда это все активировать? А нам его по-любому нужно активировать. У меня нет вариантов даже. А мы не можем двигать их? Нет, не можем. Есть, конечно, один вариант попробовать сделать. Вот. А, нет, он сразу падает. Понял. Нет, так тоже не работает. И как нам тебя тогда активировать? Мы это могли сделать только ножиком. Но ножик сейчас падает. Зага я, короче, это сделал. Но не подумавши. Блин, сделал. Давай тогда попробуем вернуться в другую комнату. Ай, я сейчас тут еще и все эти кристаллики поем. Нет, не получается. А тут есть сундуков целая кучка. Ответное яблоко, магическое яблоко, яблоко энергии и яблоко силы. А, подожди, а че я мучаюсь-то? Голову себе ломаю. Сейчас все будет. Тут главное попасть. Наверное, отсюда. Угу, чуть левее. Ммм, еще левее. Слишком много. Давай тогда справа попробуем. Высоковато. Надо левее. Я сейчас всю голову себе сломаю тогда. Блин, как нам нужно, там этот столб стоит. Ммм. Хм. О, кстати, а так не получится, разве? Ммм, нет, не получается. Если ты сразу падаешь, я понял. Хм. Блин, тяжелый случай. Как бы сейчас перепроходить не пришлось все это. Просто бейте. По идее, у вас урона у всех должно хватить, чтобы их убить. Осколки. О-о-о. Нехилые осколки. Давай будем честными, это очень сильные осколки. Неожиданно. Три девятьсот. Обычной атакой. Ну, критической, правда. Тысяча двести опыта, две четырещи и четыреста гел. Окей. Может быть, просто в локацию перезайти? Полностью, типа, обнулить ее, так скажем. Да нет, сомневаюсь. Вряд ли это поможет. А, почти. Тут один маленький косячок, который испортил мне прохождение данной локации. Ладно, подождем. Может быть, что-нибудь придумаем. Там снова поджечь что-то надо. А, тут, короче, я понял, веселье сейчас будет. А, ну, в принципе, не сложно. Вот так. Отстань. Вот так. И вот так льдом. Все. Это не сложно. Это, в принципе, легко. А тогда что было за... А, та дверь вела как раз-таки к тому сундуку, который сверху лежал. Я понял, похоже. Я, похоже, понял, но не уверен. Вот еще один сундук. А, понял. Не буду я кристаллики собирать больше. Их опасно собирать. Можно не пройти туда, куда нужно. Не, обидно, конечно, за тот сундук. За тот сундук максимально обидно. На-ка, по лицу тебе зонтиком. Ну и теперь не зонтиком. Но тоже по лицу. 3800. Сильно. 600 опыта, 1200 гел. Ну, в принципе, я так и думал, что там столько примерно восстановится хп. Интересно, мы хоть один рейпоинт за серию пройдем. Святая таблица. Хм. Ну, что это за предмет? Книга магии для повышения сил магии. Лилка. Да, действительно, сильная магия. Не буду здесь открывать это все. Пускай так и остается. А здесь надо льдом пробежаться, да? Нет. Огоньком. А-а-а. Я понял. Блин, не успел. Это делается сверху сначала. Потому что дольше всего подниматься сюда. Но вот битва мне здесь вообще никак не нужна сейчас. Причем с двумя сразу, да? Клилка. Акву. Давай применяем. Они, кстати, больно бьют, но, в принципе, жить мы будем. В принципе, живем. Но это малость неприятно. Будем честными. 1200 опыта, 2300 гел. Вот сейчас чуть-чуть не успею и чисто из-за вот этого и вот драки. А, нет, успел. Повезло. Повезло. Ну, пошли дальше. Угу. Сначала, пожалуй, пройду по центру. А потом там перепрыгну и нормально все будет. Вдруг там что-то важное есть по центру. Просто атаковать буду. Не буду уже магию использовать. Я понял, что мне хватает энергии, чтобы... Ой, точнее, не энергии, а урона. Чтобы убить всех. Единственная лилка у нас нехиленная. Устается в этом битве, в этих битвах. Они очень быстрые, эти ребята. 1200 очков опыта, 2400 гел. Окей. Ну, отлично. Рукавицы. Рукавицы, я так понимаю, да. Дает больше защиты. Ну, я не вижу смысла там обходить теперь. Просто здесь спрыгиваем, мы идем дальше. О-о-о-о! А вот это будет жестко. В зависимости от того, сколько оно, правда, горит. Оно быстро тухнет, быстро очень. Да, я пока зажигаю одну половину, тухнет другая половина. Че здесь написано? Пламя освещает тьму. Жизнь света утекает. Яркий свет осветит дорогу. Ай, понятно. Ничего хорошего. Ё-моё, зажигай ты, ну. Ё-моё, не успеваю. А, кстати. А че, если сделать вот? Да, я шпугер, я поворачиваться все равно должен. Сейчас все потухнут. Так, кстати, я могу это устроить сам. В принципе. Не, они тухнут раньше. Получилось. Одуреть можно. Одуреть можно. Как у меня это вышло. Так, а дальше мы по лаве, да, передвигаться будем? Прикольно. А, нет, не будем. У нас здесь босс. Даже если моих сил не хватит, я не могу ничего не делать. Справедливо. Какой ты рыцарь. Фламнайт. Ну окей. Фламнайт. Сейчас будем с тобой разбираться. Огненный рыцарь. Благо я к тебе подготовился. Сначала будем ломать ему щит. Водичкой. Отражатель не есть хорошо. Наверное, все-таки Акву зря я применил. Сейчас его урон пойдет в нас. Да? В смысле ты воду поглощаешь? Ну, давай тогда рыцарю дадим. По голове. Рука, меч. Больно? Да, больно. На полицу. А, на него не работает вода. А, точнее, на него не работает лед. Вода-то по-любому работает. Да, щит у него поглощает урон. А вот вода на него работает, причем великолепно. На него лед не работает. Брэд, снимай с себя эту штуку. Вон, цепляй себе рукавицу. Акселератор мне вряд ли здесь поможет. Больше урона наносить. А вот здесь мне поможет. Огнемет на щит, например. И газонокос на все. Здесь давай еще раз акву, но на рыцаря. Тысяча на три сейчас влетит ему урона, да? Три семьсот. В барьер. Защит себе поднял, да? Да, у щита защит поднялась. А вот теперь сработало отражение. Капец. Малость неприятна, будем честными. Ну как малость? Сильно неприятно. А у меня оживлялка какая-нибудь есть? Давай попробуем, в принципе. Не уверен, конечно, что это поможет, но все-таки. Ну-ка, Лилка, вставай. Отлично, это полное восстановление сработало. Газонокос работает на оба предмета. Точнее, на оба элемента. И на щит, и на руку. Ой, и на рыцаря, в принципе. Просто щит ударим. Здесь придется тоже просто щит ударить. Лилка, 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 Лилка. Защиту пока встань. Может, у него отражение списалось? И теперь можно бить спокойно. Нет, оно хилит его. Блин. Блинский. А, кстати, водой. Кажется, я начал догадываться, что здесь происходит. У тебя есть? Всех, кто бьет. Нет, у тебя только так. Давай тогда щит. Актива. Газонокос. И здесь. Контратака давай. Пока что. Что скажешь? Урон прошел? Прошел. Отлично. У тебя контратака, ты его используешь. Да, да, да. Правда, вряд ли тебя кто-то будет бить. В принципе. Ну, ладно. Блин, а пока тебя не бьют, у тебя не восстанавливается энергия. Ну, окей, я сейчас придумал кое-что. Сейчас этим и воспользуемся, в принципе. А, все. Рыцуб умер. Мы у него щит не сломали. Обидно. Ну, и не важно. 18 тысяч опыта, 18 тысяч дел. Эшли достиг 36-го, Брэд 35-го, Лилка 35-го. Тим 34-го, Канон 35-го. Тиара получена. Мега ягодка. Нет, в принципе, босс несложный. Единственное, что я не понял, почему у него щит не пробивался. А, здесь только сейв. Ну, ребят, ну, раз тут только сейв появился, тогда... Давайте сохраняемся и... Уж в следующей серии продолжим. Я, наверное, перепройду это все. В Древню Павлаз еще вернусь. Хотя, не важно. Может, и не вернусь. Не суть. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok